Я бы хотела предложить, если вы не возражаете, уважаемые журналисты, поделиться своими мнениями. Во-первых, есть у нас представитель негосударственного образовательного учреждения. Это очень интересно. Почему? Потому что с самого начала возникновения этой идеи и подготовки к симпозиуму одним из самых активных участников и организаторов, заинтересованным, было наше учебное заведение негосударственного плана ЦАЛЬТО во главе с директором Анной Григорьевной Жуковой. И большую заинтересованность в работе и работают с нами до самого конца наши самые ближайшие соседи, работники образования в оклабе с начальником управления образованием города Алтана. Мне бы хотелось, чтобы мы предоставили возможность высказаться им и нашим гостям в дальнем. Из центра Сибири, это город Новосибирск, и Тихоокеанский регион в лице города Находки. Я надеюсь, вы не возражаете, товарищи? И по составу, по демографическому составу города, город все равно остается молодым. И то, что у нас, как ни в одном городе России сегодня, как и в бывших странах, существует сегодня СНГ и остальных бывших союзных государств, теперь союзных странах, у нас количество детей, которые заставляют задумываться о их дальнейшей судьбе. То есть школа сегодня делает то возможное. Город прекрасен тем, это увидели, наверное, наши гости, и те, которые не первый раз уже бывают в городе, прекрасен количеством детских дошкольных учреждений, школ, и, наверное, сам облик школ, их состояние, их обоснащение на уровне нашего государства, оно далеко не последнее. Но количество этих детей и проблемы, которые возникают в молодом городе, в семьях, в школах, в городе, перед государством, заставляют думать о более широком и более глубоком решении проблем воспитания и образования. Я должен вам сказать, что прежде всего наши впечатления очень хорошие, и ведется очень точное и практическое обучение основам электротехники. И сейчас путем внедрения более высоких технологий можно было там добиться того, и после того, как Центр профессионального образования вступит в 10 лет, в обстанавливание в Индуссии, и можно будет посмотреть, что в результате всего этого можно будет развернуть, вшить на основе профтехнических учреждений. Для того, чтобы все это дело началось с самого начала, сейчас уже, я придерживаюсь того мнения, что профессиональные технические учреждения с помощью своего учебного состава должно оказаться всяческую помощь, для того, чтобы сейчас в момент образования, этого Центра дело пошло. Мы, члены группы ПТС, были удивлены, что в тех дальних странах, которым мы оказываем свое сотрудничество, geeignete Einweisungen geben, и мы обещаем им дать своим предназначенные для дальнейшего расширения обучения указания, для того, чтобы те материалы, те приборы, которые мы поставили, не стояли, не были употреблены так, как это следует. Мы обещаем с нами эти все документации по ПТТ. Сегодня в первой половине дня мы обсуждали вопрос о том, что преподаватели должны будут посылаться на обучение в Германию, или наоборот, преподаватели из Германии должны будут приехать в Нерингре, для того, чтобы осуществить обучение педагогического состава здесь. И также мы обсуждали вопрос о внедрении технологий как можно быстрее. Ну и вот я вижу, что Herr Eder, он работал с группой в нашем филиале Госуниверситета. Вижу готовность что-то сказать. Окей. Мы были с очень комплексным темой, с автоматизированием техники в этой группе. Мы работали с очень сложными темами, с темой автоматизировать работу свою управление. В нашей группе были активы от prem Barnes, у níveles Университет, от 교ше и от Турбетрибы. Наши группы были представители университета. В нашей группе были активы от taken careне обучения дел våra учебники, Наши группы представители университета, предприятия ИСПТОН-12. Мы обеспечиваемся по возможности, как можно преподавать пневматику и гидравлику. И мы надеемся, что мы выработаем то, как можно с помощью приборов, которые выпускает фирма Helium, помочь и оказать поддержку в обучении студентов и учеников. Я сейчас слушаю юную нашу переводчицу Татьяну. И хотелось бы сказать следующее. Вот у нас одна секция работала по языковым лабораториям. Я думаю, что самый лучший опыт они получили, вот работая, готовясь, во-первых, они очень усиленно готовились. Целая группа переводчиков готовилась в течение многих недель, изучая всю эту техническую литературу, осваивая новую терминологию на изучаемом и преподаваемом языке. И вот, наблюдая за работой наших учителей, это учителя средних образовательных школ в основном, вот Татьяна из Филиала, госуниверситета, мы пришли к выводу, просто заметили их профессиональный рост, их, во-первых, уверенность в себе. И думаю, что теперь ни один из наших вот учителей, который работал в качестве переводчиков, никогда не растеряется в стране изучаемого языка, общаясь на все буквально темы с, как сказать, с жителями, да, со специалистами этих стран. Надо сказать, что вот интересно, вы знаете, вот я для себя сделала такой вывод. Симпозиум сам по себе был многоцелевым, разнофункциональным. После первого дня работы, когда я представила наших переводчиков, на следующий день пришли представители предприятий, ну, конкретно предприятия, с просьбой, вот мы увидели работу переводчиков и рекламу их деятельности увидели, нам нужны переводчики, у нас масса технической литературы, пожалуйста. То есть, уважаемые товарищи, уважаемые, любимые журналисты, есть еще вопросы? Продолжение следует...